Приветствую вас, прочитав ваше сообщение, оно не очень большое, но достаточно содержательное. Вы знаете, вот по описанию складывается такое ощущение, что ребенок, ну вообще говоря, страдает какой-то вот неудовлетворенностью тотальной. То есть ему отказывают в чем-то периодически, возможно даже постоянно отказывают в чем-то. Но вот судя по тому, что вы написали, не объясняют причин того, почему отказывают. То есть ребенку важно доносить до его понимания, почему нельзя, ну скажем, делать какие-то вещи. Почему нельзя, например, скажем, там, тратить деньги, которые там предназначены на какие-то важные вещи. Почему у одних людей есть какие-то драгоценности, которые тоже нельзя брать и реализовывать финансово. То есть вот здесь у этого человека, ну, определенно наблюдается пробел. Пробел. И в первую очередь нужно, чтобы родители ребенка объяснили ему, вообще говоря, знаете как, не ругали за воровство, потому что ругать здесь, в принципе, нет смысла, по моему мнению. А ругань его только, скорее всего, еще больше убедит в том, что он, там, прав. Ругань, она не доведет ни до чего хорошего в данном случае. А нужно спросить у него, чего он хотел, когда, например, устраивал праздник для других детей, как я понял. Ну, тут мы написали из нищей семьи, да, вот он, наверное, давал, значит, девочку при друге из нищей семьи. То есть что он хотел этим добиться. По всей видимости, у мальчика есть ощущение, что он неполноценно хочет показаться перед другими, не тем, кто он в действительности есть. А это, к сожалению, деформация и достаточно серьезная деформация ценностей, культурных ценностей. И, собственно, с этим нужно работать, потому что иначе, я бы сказал, будут серьезные проблемы у этого человека дальше, в дальнейшем. А почему у этого человека будут серьезные проблемы у этого человека, я вам постараюсь пояснить. Связано это в первую очередь с тем, что если вот молодой человек, ну, будешь молодой человек, мальчик, будет вести себя таким образом дальше, то он, по сути, будет за счет одних людей, будет казаться не тем, кто он есть, и он получит исказенное, искривленное представление о том, что правильно, а что нет. Вот это, это вредит, это будет вредить человеку. Это будет создавать для него ситуации, в которых он будет получать очень много негатива, и в итоге то его достижение, которое вот он, вот то, что он достиг, да, в легком путем, оно не молитвно. А ребенку нужно приучить знание, привить знание того, что то, что он делает, то, что он делает, вот этого можно добиться правильно, но по-другому. Для этого нужно понимать, почему нельзя делать какие-то вещи, для этого нужно понимать, кем он хочет быть, и для этого нужно воспитание, разговор, 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 разговор и еще раз разговор. С вашим братом, скорее всего, попросту не разговаривают, предлагают на него чуть-чуть много надежд. Возможно, для своей не совсем благополучной семьи этот человек является последним шанком, он чувствует, что он для кого-то последний шанс, и это тоже его нервирует, доставляет чувствовать себя, ну, наверное, что он не делает ничего из того, что ему хотелось бы, а делает только то, что нужно. И вот как следствие того, что он делает только то, что нужно, он и делает то, что хочет. И это проявляется в такой вот гипертоносфированной форме. Еще раз повторю, у вашего брата есть тотальная неудовлетворенность, дефицит внимания родителей, скорее всего, и неправильное понимание, что хорошо, а что плохо. Сейчас, в 11-летнем возрасте, его еще можно перевоспитать, сейчас, в 11-летнем возрасте, еще можно подкорректировать, но для этого нужен достаточно серьезный, а главное, яркий авторитет образца поведения, на который бы он равнялся. И если этого образца поведения у него не будет, то вполне возможно, что талант, о котором вы пишете, пропадет в туфтуни, и мальчик не сможет его реализовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.